Мы с вами будем пристально, всесторонне изучать научные революции. И вот переход от классического мышления к неклассическому, это ярчайший революционный переворот в истории науки. Он может быть самый радикальный, самый мощный переворот. Поэтому эта тема очень для нас значительна. Эта тема как бы выделена из ряда других тем. Кроме того, я хочу сказать следующее. Вроде как мы читаем классическую науку преодолённой. Как это говорится, она осталась в прошлом, преодолённый этап. На самом деле всё гораздо сложнее. Многие дисциплины и сегодня развиваются в рамках той парадигмы, которую наработала именно классическая наука. Это нормально. Если сделать срез сегодняшней науки, то мы увидим там и классические, и неклассические элементы. Поэтому то, что я сегодня буду говорить, это не только история. Где-то это и актуально сегодня. Итак, классическая наука. Опять-таки я буду выделять какие-то основные ключевые параметры. И они будут обозначаться кратко и ёмко. Как это мы делали в прошлый раз. Да вот и первое. Давайте первые параметры обозначим через понятие натурализм. Натурализм. Так. Классическая наука в качестве своей методологической базы, идеологического основания имеет натурализм. Что такое натурализм? Ну, понятно, натура — это природа. Это новое понимание природы. Новое понимание природы. Отличное от средневекового подхода к ней. В чём это новизна? Почему мы отличаем, скажем, натурализм классической науки от символизма средневековой науки? Обратите внимание. Выражение, которое я уже использовал в прошлый раз. Книга природы. Книга природы. Выражение очень характерное именно для контекста средневековья. Если перед нами книга, то у неё есть автор. Это, естественно, Бог. Книга есть его произведение. Природа есть его творение. Правильно, да? Природа производна. Природа вторична. Если природа текст, то у этого текста должен быть автор. Так вот, в противоположность этому пониманию природы, как с чего-то вторичного, производного, Классическая наука исходит из принципа самодостаточности природы. Самодостаточность. Это очень важная приставка – самодостаточность. Классическая наука очень многое сделает для того, чтобы понять мир, мир как самодвижение. Та же самая приставка – самодвижение. Саморазвитие. Самоорганизация. На что указывает вот эта часть слова? На то, что природа самостоятельна. Для того, чтобы понять природу, надо исходить из её внутренних законов. А ведь как было раньше, эти законы задавались извне. Извне, понимаете, да? Вот Творец диктует. Творец диктует. Некая, некие внешние причины. Внешние причины. Внешние силы. Ну, вот как объясняют движение планет, да? Средневековая картина мира. Почему они двигаются? Потому что есть ангелы, ответственные за это движение. Ангелы подталкивают планеты. Сами они не могут двигаться. Сами они инертны. Инертны, понимаете, да? Значит, нужно исцелять какой-то внешний источник движения. Обратите на это внимание. Это очень существенно. Так я бы сказал, что вот натуралист предполагает эманентный характер законов природы. Что такое эманентный? 2М пишем, да? Эманентный. Он внутренне присущий. Внутренне присущий. Органичный для данной системы. А не премиционный в нее. Второе. Как вы понимаете, в средневековой науке большое значение имела область, область, которую мы бы назвали сверхъестественной или сверхъестественным. Ну, Бог это сверхъестественное, правильно, да? Английский мир это сверхъестественное. Собственно говоря, вся природа объясняется через влияние на нее сверхъестественных сил. Сверхъестественных сил. Так вот, классическая наука это наука, которая пытается найти и сформулировать естественные законы. Естественные законы и объективные законы. Что значит объективные законы? Объективные в разных смыслах, но прежде всего эти законы есть нечто, опять-таки я повторяю, эманентный присущий самой природе. Это ее законы. Они не навязаны кем-то. Не навязаны не Богом, не Богом, да? Не наблюдателем. Слышим, маг, да? Вот он маг, вот он воздействует на природу, и природа как бы управляет, да? И делает из нее что хочет. Творит призвол с ней. Вот магия, магия это нарушение естественного хода событий. Магия это вмешательство в естественное положение вещей. Ну а маг это субъект. Получается, что субъект управляет природой. Субъект задает ей законы. Так вот, естественные и объективные законы. Ну, кратко скажу, хотя я к этому позже вернусь, что, конечно же, классическая лука, мы об этом подробно поговорим попозже, не терпят антропоморфизма и антропоцентризма. Ну, скажем прямо, в средневековой кордине мира человек, он как бы занимал такое положение очень, ну, обивалентное. Вот я специально на эту тему не стал говорить уже раз. Какое совсем обивалентное? С одной стороны, человек принижен, принижен, потому что это падшее существо. Падшее существо. Отсюда, отсюда, вот, призрение к плоти, отсюда аскетизм средневековья. Вы помните, когда плоти истязаются, потому что плоти она тянет вниз, вот, мешает духу. Отсюда спиритализм средневековья. Но с другой стороны, с другой стороны, средневековье исходит из того, что человек это центр творения. Вы понимаете, да? Центр творения, вершина творения, цель творения. Земля находится в центре мира Земля. Геоцентризм. Мы будем много говорить о геоцентризме. И все привязано к человеку. Телеология, она работает на что? На человека. Телеологические цепи. К чему стягиваются? К человеку. Все служит человеку. Все задумано для человека. Вот я сразу сейчас приведу очень красивый пример. Вот смотрите, галерея. Это, конечно, тоже классическая новка. И галерея очень многое сделала для того, чтобы этот период произошел. Средневековик классической новки. Вот Галилей, да? Изобрел телескоп. Великое изобретение. Навел его просто на небо. Ладно, не будем говорить про пятна на Солнце, про медицейские звезды, то есть спутники Ипитера, про лунный ландшафт, который он увидел, про фазы Венеры, которые были доступны в наблюдениях. Он увидел просто другие звезды, которых не было видно. Так. Звезды, которые не видны невооруженным глазом. Так. А ведь как говорила теориология? Вот это красивый очень пример. Они говорят так. Звезды созданы, чтобы освещать наш мир. Ну, может быть, быть путеводными звездами. Так. Ну, а вот звезды, они имеют предназначение. Вот как-то служить человеку. Они видимые звезды. Каков их смысл? Понимаете? Технологическая конструкция рушится. А эта конструкция очень комфортная. Очень комфортная. Вот мы живем в мире, где все работает на нас. Есть определенный уют внутри этого мира. Значит, антропоаморохизм, антропоцентризм, телеологизм. Это все уходит в прошлое. Дальше. Четвертый момент. Внутри натурализма, да? Самостаточность природы, естественный объективный характер законов. Деантропоаморфизация. Вот можно такой термин ввести. Деантропоаморфизация. То есть, элиминация, преодоление антропоаморфического взгляда. И вот четвертый момент. Простите меня, Греша, я не помню, было ли у меня в прошлых лекциях такое словосочетание «причина-значение». Не было, да? Ну и очень хорошо. Вот здесь как раз уместнее всего, да? Значит, моя бессознательная правильно удержала вот эту информацию для того, чтобы сейчас ее вам подать. Ну вот, понятие причинности имело и имеет огромное значение для науки. Вот как понятие причинности смотрится в средневековой картине мира? Ну, Бог первопричина, да? Понятно, что мир его и следствие. Но в данном контексте мы должны употреблять вот такое словосочетание «причина-значение». «причина-значение». Почему? Почему, да? Ведь природа полна символизма, символизма, так. Вот. За природой стоит скрытый план, скрытый план. Помните, я говорил, что природа – это криптограмма. Природа – это сложная система шифров, так. И, конечно же, в этом контексте понятие значения имеет ведущее значение, лидирующее значение. Что я хочу понять? Именно значение данного явления, значение, его смысл. Значение – это понятие какое? Возвращенность. Значение – это понятие семиотическое. Семиотическое, да. Понятие связано с языком, в конце концов. Если тогда даже сужать семиотику до языка. Сужаем семиотику до языка, да? Значит, я каждый объект природный считаю посланием от Бога. Послание от Бога. И я должен понять значение этого послания. Добраться до него. Проделать догадировку, дешифровку, как угодно. Вот вместо этой структуры причинозначения, причинозначения, которое касается символизм, да, в научное мышление входит другая связка. Причинознедствия. Нам хорошо знакомы. Есть причинознедственные цепи. Вполне естественные. Вполне натуральные. Вполне объективные. Для классической науки очень важны такие параметры этих цепей. Первая линейность. Эти цепи не ветвятся. Если есть одна причина, то будет одно следствие. Ну, объективность, она и связана с однозначностью. С однозначностью. Вот. Следствие предсказуемо. Если мы знаем причину, но еще следствие не наступило, но мы знаем, как работает причина-следственный механизм, то мы можем вперед предсказывать следствие. Так. Вот. Ну, это хорошо можно показать на астрономических прогнозах. Когда мы составляем календари. Планет, Солнце, Луны, на какое угодно перед время. Так. Вот. В основе этих прогнозов лежат причинно-следственные отношения, в которых присуща линейность, однозначность. Причинно-следствие связи указывает на детерминированность системы. Детерминация. Это и есть наличие вот таких причинно-следственных механизмов. Которые нужно понять. Нужно понять. Мы часто оказываемся в такой ситуации. Перед нами очевидные следствия, а причина скрыта. Причина скрытая, так. Это постоянная ситуация для ученого. Для ученого, так. Вот. Есть следствия. А что является причиной? Значит, нужно найти причину. Нужно найти причину. Нужно найти причину. И классическая нука считает, что все имеет причину. Все имеет причину. И естественную причину. В средневековой картине мира мы можем встретиться с чем-то сверхпричинным или внепричинным. Чудо. Оно ведь не... Как не вписываться причинности? Чудо и есть нарушение причинности. В средневековой картине мира, возможно, произвол. Да. Знаете, произвол. А дотерминизм – это отсутствие произвола. Дотерминизм, если хотите, это такая дисциплина мира. Дисциплина мира. Мир дисциплинирован. Мир устроен на основе очень жестких связей. Жестких связей. И никто не может от этих связей клиниться и произвести нечто противное логике природы. Чуждое ее объективному закону. Вот это очень важный момент. Так вот, то, что я сейчас уже контрну нанетил, показывает, насколько изменилось мышление науки, насколько оно преобразилось. Вот здесь нужно сказать о том, что этому переходу от символизма к нейтрализму, от сверхъестественного к естественному, от субъективному к объективному, задействовала философия. Вот здесь философия сыграла очень большую, позитивную роль. Что в философии появилось нового? Какие новые обертона, новые ноты созвучали именно в философии? Первое. Уже в эпоху Возрождения появились философские системы, скажем, Жанна Бруна, которые мы называем пантеистическими. Пантеизм. Что такое пантеизм? Ну вот наиболее яркую форму пантеизм получил у Бенигкта Спиноса. Это 17 век. Бенигк Спиноса, который вообще, ну очень многое сделал для того, чтобы классическая наука приобрела тот облик, который мы сейчас раскрываем. Пантеизм. Возьмем классическое богословие, каноническое богословие. Вот есть Бог, творец мира, и есть мир. Творец и творение. Исходная дихотемия, исходная позиция. Бог трансцендентен природой. Бог трансцендентен природой. Что значит трансцендентен? Слово трансцендентное я привык в философских лекциях употреблять. И сейчас я его снова употребляю. И вы должны этим понятием владеть. Трансцендентное значит находящийся за пределом опытного мира. Трансцендентное. Хотя я это слово наверняка использовал, но тем не менее я еще раз хочу его загребить в вашем сознании. Бог трансцендентен природой. Конечно, он в природе присутствует. Конечно, он как-то вот себя в природе запечатлел. Но, в общем-то, он отдельно в природе должен мыслиться. Такой пантеизм. Особенно это мощно прозвучало Успенозе. Делает невероятный смелый шаг. Сливает Бога и природу. Слияние Бога и природы. Бог есть природа, природа есть Бог. Бог есть природа, природа есть Бог. Бог имманентен природе. Вот это переключение, вот эта инверсия. Трансцендентная она имманентная. Бог в природе, не в ней, а в природе. Бог в природе, не в ней, а в природе, не в ней, а в природе, не в ней. Мы изучаем Бога, изучая Бога, мы изучаем природу. Вот эта слиянность того и другого начала, она, конечно же, освобождает науку от давления церкви хотя бы. Понимаете меня, да? Потому что здесь совсем другое отношение к Богу. Ну, вот это характерно для Гёта. Гёта был тоже пантеистом. Вот ощущение того, что природа божественна, и что я сам через природу причастен к божеству. Всё в Боге. И я сам, как бы, есть часть Бога, а Бог не делится на части, поэтому во мне Бог присутствует целиком, полностью. Очень красивое мировоззрение, и оно, конечно же, самое главное, переориентирует, вот идет переориентация, да? Человеческая мысль была направлена куда? В горные высоты, да? Трансцендентное измерение. Переориентация. Фантеизм направляет взгляд человека на мир. Вот есть такие выражения. Надмирное, надмирное, примирное. Надмирное, предмирное – это то, что трансцендентное в разных формах. Надмирное, примирное. Надмирное – значит, вне эперического горизонта. Примирное – значит, то, что было раньше мира. Это вечность, так. Вот нет ни надмирного, ни примирного. И нужно стремиться не к ним, а стремиться к природе. И нет ничего, кроме природы Бога. Вот это чрезвычайно важное переключение интересов человеческого духа на природу, на естество. Замечательный ход. Вторая философская линия. Мы обозначим ее понятием деизма. Понятием деизм. Что такое деизм? Вот это философия первых таких великих представителей классической науки. Ну, скажем, вот Ньютона. Так. Деизм. Ну, здесь звучит корень какой Бог, да? Но как мыслится место Богов в картине мира деизма? Да, признается, оттворил. Признается, да. Атеисты признают Бога, трансцендентного Бога. Это не пантеизм, Бог остается трансцендентным, так. Вот Бог, он как бы запускает мир. Батериалисты 18 века это назовут первотолчком. Первотолчком, вот. Начальный импульс дается. А потом Бог как бы отходит в сторону. Как бы отходит в сторону и уже не участвует. Не участвует в делах природы. То есть в едаизме Бог за кулисами находится. За занавесами. Природа автономна. Так. И поэтому, поэтому он должен изучаться без апелляции к Богу. Если Бог перестал участвовать в делах космоса, то зачем ему апеллировать? Зачем на него ссылаться? Нужно природу объяснять из нее самой. Это очень важное выражение. Объяснить природу из нее самой. Из нее самой. Не прибегая к гипотезе Бога. Как впоследствии скажет Лаплас. Лаплас укладывает Даполеону свою систему мира. Это как раз апогеи классической науки. Лаплас, который поднял небесный механику на высочайший уровень. И Даполеон его спрашивает. А где же в вашей системе Бог? Лаплас отвечает. Я не нуждаюсь в гипотезе Бога. Гордые. Замечательные слова. Я не нуждаюсь в гипотезе Бога. Потому что мир, сейчас повторяю то, что сказано было, было самодостаточным. Самодостаточным. Так. И, может быть, понят без гипотез, предполагающих наличие каких-то внешних, сверхъестественных, чудесных факторов. Хорошо. Вот мы задержались очень так основательно на этом первом параметре натурализм. Значит, следуя современной схеме изложения материала, не я ее придумал, я сейчас назову второй приз на классической науке. Обозначима в очередь понятие комбинаторность. Комбинаторность. Сейчас я объясню, что это означает. Комбинаторность. Посмотрите. Мир среди гуглой науки. Мир иерархически организован. Много различных ступеней и ступеней. Каждая ступень качественно своеобразна. В этом есть смысл, в этом есть резон. Но что получается? Так. Что получается? Получается, что, в общем-то, каждая ступень иерархии, она требует собственных законов. Поднялся на новую ступень и забудь те законы, которые ты использовал на предыдущей ступени. Мы говорим, что картина средневекового мира, картина мира в средневековье, извините за некоторую синтаксическую невязку, картина в средневековье, она отличается таким качественным разнообразием. И, конечно же, описание вот этого ступенчатого иерархического космоса, оно становится невероятно громоздким. Что делает классическая наука? Она эту иерархию разрушает. И она совершает редукцию. Помните, я этот термин уже вводил, мне этот термин страшно нравится. Редукция сведения, да? Оно в своем разнообразии, оно действительно в мире есть разнообразие, но не так, как его рисуют в средневековье, но действительно бесспорно, да? Вот это разнообразие, оно сможет или редусирует к нескольким простым понятиям. Простым понятиям, да? Ну вот Галилей говорил так. Вот сейчас я зачитаю, да? Вот его фразу. Я думаю, это записывать не стоит, или как это кратко. Вот он говорит так. Если бы мы устранили уши, языки, носы... Что он имеет в виду? Уши, языки, носы — это то, что связано с нашей сенсорикой. То, что связано с нашими чувствами. Вот наши чувства еды, там, информация о мире, о чем-то галиле эскебически, пестром, изменчивом. Мир для наших чувств действительно качественно разнообразен, и это разнообразие очень богатое, ошеломительное. Мы с ними справляемся. Оно подавляет иногда. Так вот, он говорит так. Если бы мы устранили уши, языки, носы, то есть, если бы мы абстрагировали свои чувственности, взглянули как бы в суть вещей, то остались бы, вот он говорит, только фигуры, числа и движения. Фигуры, числа и движения. Фигуры, числа и движения. Это три элемента. Фигура, число, движения. Так вот, картиномира, картиномира, да? Теперь сказано, из-за чего. Есть несколько таких исходных, базисных форм. Вот, пускай это будет по Галилее фигура, число, движения. Мы комбинируем фигуры и числа движения, и ничего там другого нам не надо. Так. Описание мира стало предельно экономным. Так. Вот. И мы описываем явления, находящиеся на разных уровнях. Ну, как это выглядело у Ньютона, да? Вот, чтобы вы это поняли. Смотрите. До Ньютона Средневековья говорит, да? Вот есть земная физика, есть небесная физика. Это восходит в Христотелю. В Христотелю восходит, да? Это... Христотель очень многое дал Средневековому мышлению. Христотель говорит, небесные движения, они не круговые. Они совершенные, и круг оптимальным для неба. Например. На Земле движения, как правило, прямолинейные, но они могут быть деформированы. Где-то отклонение от прямой траектории возможно. Но вообще, земное — это прямое. Небесное — это круглое. Отдельно небесное, отдельно земное. Я к этому еще вернусь в другом контексте и веду некоторые понятия к этому дополнительно. Значит, смотрите. Получается, что вот нам нужны две науки. Наука для земных явлений, наука для небесных явлений. Ньютон. Падает яблоко на него. Вот чудесная легенда. Вот яблоко его осеняет, и он приходит к мысли о законе северного великотения. Законное северного великотения, да? Так, которое описывает и движение планет неба, небесное движение, правильно? Небесное. И падение яблоко. Понимаете? Одна сила, одна сила объясняет движение планеты и падение яблоко. Одна сила объясняет небесное событие и земное событие. Понимаете, да? Вот она. Значит, мы комбинируем некоторые исходные формы, исходные понятия. И из этих комбинаций мы строим картины мира, да? Сила тяжести бывает пропорционально квадрату расстояния. Так. Значит, сила тяжести, пожалуйста, одно понятие. Расстояние, другое понятие. И мы знаем, что с увеличением расстояния сила тяжести будет закономерно убывать. Так. Вот перед нами очень, я бы сказал, экономная картина мира. Экономная. Вот знаете, что значит экономная? Нет этой ступенчести, этой иерархичности, этой громоздкости. Есть простые, ясные вещи. И, в общем-то, я бы сказал так. Вот я бы привел такую аналогию. Кабинаторика, да? Ну, вот детский конструктор, да? Вот игрушка, которая имеет глубокий смысл. Это игрушка, выросшая из философии механицизма. Механицизма. У нас есть отдельные блоки. И мы из этих блоков можем создавать разные формы, да? Так и здесь. Блоков немного, блоков немного, да? Но мы вот их сочетаем по-разному, мы их варьируем, комбинируем. Ну, какие-то есть здесь границы в вариативности. Но, в общем-то, у нас достаточно большое поле для того, чтобы создавать разнообразие, но не безграничное разнообразие. Потому что все-таки вот здесь как-то разнообразие ограничивается. Хорошо. Вот это комбинаторика. Вы поняли меня, да? Вот, вместо иерархичности строений мира, мы исходим из того, что имеется несколько исходных понятий, исходных форм, исходных отношений. Комбинация этих форм, этих отношений, этих сил, этих движений, комбинация, да? Дает красивые результаты. Результаты, которые позволяют нам описать мир. Вот надо эту комбинаторику как-то вот понять, как она вот, как там сочетаются все эти моменты, как они друг с другом взаимодействуют. Но главное, что вот это вот, это именно вот, это мир конструируется на основе вот этих исходных форм. Хорошо. Позвольте сейчас 202 аристотерских термина, довольно-таки труднопроизносимых, но что ты тут поделаешь? Вот. Когда мы говорим о науке антично, науке средневековое, то мы охотно пользуемся понятием аристотеря. Это понятие звучит так. Я всегда его путаю, когда произношу. Ну, что делать? Квалитативизм. Квалитативизм. Я думаю, что вам начало этого слова, его корень знаком. Квалификация, 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 квалитативизм. Это качественный взгляд на мир, качественный взгляд на мир, да. И предоположный термин. Квантитативизм. 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 Поятие кванта вам знаком, оно связано с числом, математикой. Квантитативизм. Квантитативизм. Это. Это. Количественный подход. Так вот, можно сказать, что классическая наука совершает переход от качественных описаний. количественного познания. От квантитативизма. Квантитативизм. Квантитативизм. И этот переход. Имеет огромнейшее, принципиальнейшее значение. Сущность этого перехода можно обозначить через такой краткий и ёмкий девиз. Познать тире значит измерить. Познать значит измерить. Классическая наука, она любит измерительные инструменты, она любит математическую обработку данных. Это есть и присуще, это её родовая черта. Вот здесь надо вспомнить, конечно, Декарта, Геннадий Декарт, XVII век. Создателя аналитической геометрии, которая стала базой для физики, математическим фундаментом для физики. Но вот давайте поймём сущность того, что сделал Декарт. Возьмём античную геометрию. Ну, конечно же, греки очень любили геометрию. Я уже, кажется, говорил, что над ходом Платоновской академии висела такая надпись. Да не войдёт сюда незнающая геометрия. Да не войдёт сюда незнающая геометрия. Ну, вот, конечно же, греки имели классификацию, классификацию геометрических фигур. Они любили окружность. Окружность для них была, или круг для них была максимум совершенства. Очень много у них было работ, присвящённых треугольнику. Вы помните, Пифагорей, Петерепа Пифагора, вообще, вот... Треугольник как-то занял особое место в их сознании. Вот обратите внимание, вот, цепи же, вот каждая фигура для греков, да, каждая фигура для греков. Она как бы священна. Священна, да. Греки видят за этими фигурами высшие планы бытия. Берчисел Пелогора, скажем, да, мира идеи Платона. И, разумеется, вот эти фигуры, они существуют как-то суверенно. Круг — это круг. Треугольник — это треугольник. Квадрат — это квадрат. Что сделал Декарт? Вот Декарт впервые начинает оперировать великим понятием. Великим понятием классической науки. Преобразование. Преобразование, да. Все разнообразие геометрических фигур, мы можем получить, зная алгоритмы преобразования. Одна фигура преобразуется в другую. Преобразуется в другую, так. Нам, собственно говоря, не нужно вот этот весь свод фигур. Нам нужен алгоритм преобразования, и в этот алгоритм будет все заложено. То есть, знаете, вот если у греков фигуры были автономны, если они брались отдельно, да, то здесь все получило связь, все получило целостный контекст, интегральный контекст. Одно превращается в другое, превращается оно на основе закономерных, алгоритмизованных преобразований. Это результат огромной значимости, огромной значимости. И к чему это вело? Вот давайте сейчас введем некоторые понятия, да, которые по нас еще раньше не было. Но они тут как раз начнут работать, и очень хорошо начнут работать. Что мы можем сказать про средневековую картина мира? Вот именно в данном разделе наших штук-ли. Эта картина мира может быть определена как гетерогенная. Гетерогенная, 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 что означает гетерогенность? Гетеро, разная геноспроисхождение. Ну, можно перевести как разнородная, разнородная, но вот философы любят все-таки как-то иностранные термины. Гетерогенность, да? Гетерогенность то, что иерархичность, где кажется, каждый уровень, вот он имеет свой специфик. Гетерогенность, качественная гетерогенность, качественная гетерогенность, да? Теперь мы имеем совершенно новый взгляд на мир. Мир гомогенен, гомогенность. Мир однороден, однороден. Ну, вот здесь все предыдущие пункты, первый, второй, и натурализм, и фаминотонус, они здесь как раз тоже себя проявляют, проявляют, да? Мир однороден, однороден. И поэтому мы уже имеем здесь картину мира, которая вот на основе этой гомогенно-количественной простоты, простоты, да? Мир простился, простился, да? Классическая нока вообще любит простоту, но это отдельный разговор, эвристические критерии науки, эстетические критерии науки, да? Ну, можно сказать так, мир стал гомогенным, мир стал измеримым.